Всем-всем огромный привет! Сегодня я хочу снять опять такой, ну небольшой что ли, вечерний влог, потому что за прошлый влог меня хвалили, говорили, что очень понравилось, поэтому я решила сделать еще один такой влог. Я недавно пришла с магазина и хочу вам рассказать, что же я там купила, потому что я готовлюсь к Новому году, к Рождеству, поэтому уже покупаю кое-какие украшения. И здесь я покажу вам не только украшения, но возможно вы увидите какие-нибудь продукты, которые я для себя покупаю, потому что мне тоже делали запрос, чтобы я рассказала, в общем-то, чем я питаюсь. Поэтому, если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной и всем приятного просмотра! Даже не знаю, как лучше будет снимать, может быть камеру на штатив поставить, хотя, наверное, что-то я сниму так, и потом придется на штатив ставить, чтобы я могла вытаскивать продукты и вам показывать. Ну, как вы видите, первая моя покупка это вот такая елка. Я потом покажу, включу ее в розетку, у меня здесь просто нет поблизости розетки никакой, я думаю, что в другой комнате включу и покажу, как это выглядит вообще. Я давно хотела такую елку, очень часто вижу их в интернете, и мне кажется, такое достаточно красивое украшение, может быть, для стола, может быть, даже на пол поставить, потому что они тоже разных размеров бывают. Ну, я взяла, наверное, для стола, либо на этот стол поставлю, хотя, опять же, у меня тут нет розетки, я не хочу удлинитель тащить. Ну, посмотрим, в общем, где будет стоять эта елочка. Я ее сейчас показываю для того, чтобы потом уже убрать, и она мне не мешала. В общем, вот такая елка, и сейчас, наверное, придется все-таки на штатив камеру ставить. Итак, сначала хочу со всеми поздороваться, вот я, но в кадр я попадать, наверное, не буду, потому что здесь важнее то, что я буду показывать, а не я сама. Просто в прошлый раз девочки писали, жалко, что тебя было мало, но я думала, что, в принципе, влоги так и снимаются, что у меня здесь практически не должно быть. Я не люблю вот так идти, и когда камера на лицо, в общем, мне это неудобно, поэтому я предпочитаю влоги снимать вот так вот, чтобы устанавливать камеру в каких-то ситуациях на штатив, и, в общем-то, так. Так что, со мной все нормально, всем привет, ну и теперь перейдем к вам покупкам. И здесь будут не только мои покупки какие-то для дома, но и также я покажу вам продукты. Я не стала снимать на кухне, потому что у меня там очень-очень плохой свет, очень темно, как в подвале, поэтому здесь это будет лучше, да и тем более в основном покупки у меня как раз были для дома, и чтобы не ходить туда-сюда с камерой, я решила их все здесь показать, и свет тут лучше. Первое, это печенье я купила себе, я люблю пить чай, просто обожаю обязательно с чем-то сладким, потому что я жуткая вообще сладкоежка, мне нужно, я не ем сахар, но вот такие вещи к чаю просто обожаю. Так, следующее, что я купила, это были теплые колготки 90 Ден, какой-то доктор, не знаю, вот такие вот колготки, точнее, это даже не колготки, это лосины, потому что даже леггинсы, наверное, я не люблю колготки, люблю, чтобы нога оттуда торчала и сверху надевать носочек. Следующее, что я купила, это уже для украшений. Сейчас, ай, покажу. Это был вот такой набор новогодних игрушек, разных там с блесточками, в общем, всякие здесь такие новогодние игрушки. Почему-то мне хочется в этом году, ну, как-то украсить однотонно, чтобы небо, а на ней куча разных шариков. Вообще, в последнее время, я делаю все, чтобы было однотонно, не разноцветно, не знаю, почему-то, старость, наверное. Также, я купила, ну, это такая штучка для того, чтобы на нее мыло класть, потому что у меня с одного магазина, я, точнее, заказывала всякие, а, я все время не уговорила это слово, а, ю, вер, да, или а, ю. И, короче, в общем, вы меня поняли, натуральная косметика, и у меня как раз там есть такое мыло, которое для лица, и есть такой шампунь сухой, тоже в виде мыла, поэтому я купила для них, чтобы туда их положить. Далее, что я купила, это вот такая штука, куда ставятся свечки, это соляная. Я, кстати, спрашивала у продавца в магазине, как-то действует ли она как-то, ну, для здоровья, она сказала, что да, здесь также написано, здесь все по-фински написано, ну, я вижу, что подходит для аллергии этих, как же их назвать, ну, короче, для тех, у кого аллергия, для астматиков, а, здесь вот на эстонском, нет, не на эстонском, все-таки нет, на эстонском, на финском, скорее, написано. В общем, всякие микробы оно убивает. Сейчас я достану, вам покажу. Ну, вот такая штучка. И сюда я буду ставить свечу, зажигать ее, чтобы оздоравливаться, как целая камера. Так, следующее, что я купила, ага, последнее, что я купила из, нет, из украшения на Новый год, это был вот такой ангелочек, очень красивый, очень мне понравился он, а я его еще туда не доставала, ну, сейчас, наверное, можно уже достать. Так, я его еще в магазине уронила, думала, блин, не дай бог он разбился. Ну, я думаю, с ним все в порядке. Очень-очень красивый, прям такой, не знаю, не знаю даже, куда повешу, может быть, на елочку. Ой, Соня, привет. Соня у меня чуть-чуть приболела, у нее аллергия пошла на еду, и в этих местах лосеет, собираюсь ветеринару звонить. В общем, вот такой ангелочек, очень красивый. Так, далее, что я купила в магазине, тоже для дома, это две свечки. Фрэш кофе называется, одна капучино, вот такая вот, и другая-то фрэш свежий кофе, в общем. Мне, честно говоря, даже жалко их зажигать, потому что, как вы видите, очень-очень красивые баночки, я потом поближе покажу все эти покупки. Так, далее, далее, что я купила? Ну, это, как всегда, сливки я купила. Потом, что у меня тут еще? А, меня спрашивают, чем я кормлю кошек. Вообще, когда, если я езжу в Танин, я всегда покупаю там еду, потому что эти, как бы, корма мне не очень нравятся, да и про них всякие плохие вещи там, всякие слухи ходят, как и про китики, так и про вискос, поэтому я покупаю из того, что у нас здесь есть, самое дорогое, это Шеба. У меня, так как город маленький, здесь достаточно скудный выбор, но когда я езжу в Танин, я обязательно покупаю какие-то специализированные корма. Вот, и сейчас у меня сухой корм. У меня тетя занимается, как бы, этим, ну, животными, и она закупает корма разные, собачьи и кошачьи. Вот я сейчас взяла сухой кошачий корм, но консервов у нее, к сожалению, нет, поэтому я покупаю пока что Шеба. Это, мне кажется, наименее вредно из всего, что у нас продается. Кстати, еще забыла пару покупок, сейчас приду. Далее, что я купила, это уже Бабушки. Я покупаю разные газетки, Здоровье, Свежая Пресс, так сказать. Раньше она не особо у меня читала, но особенно летом, потому что огород был, сейчас больше делать нечего, как только читать. Так, далее это... Это, это форель копченая. Я, как я уже говорила, или не знаю, не говорила, я не ем ни колбасу, ни котлеты, ни сардельки, ни сосиски, ничего из этого. Я ем только сыр, и очень часто покупаю рыбу, потому что рыбу я люблю в любом виде. И так как я тоже хочу кушать бутерброды с чем-нибудь иногда, поэтому я покупаю именно рыбу. Так, следующее, что это у меня такое, Airwick, который я вставляю в розетку, для того, чтобы вкусно пахло. Кстати, не могу найти к нему эту, ну, насадку, чтобы в розетку засунуть. Женя куда-то убрал, когда мы ремонт делали в коридоре и в зале. Не могу теперь найти. Нево что вставить мне ее. Она сегодня продолжит поиски. И последнее, что я купила, это Тик-Так. Так, в общем-то, это все, что я купила. Женя бы мне сказал, что, конечно, не густо. Питаешься ты, Оксана, очень круто. Одни печеньки, да. Так, сейчас я вам покажу все это поближе. Вот свечки очень-очень прямо красивые. Даже, я говорю, жалко их зажигать. Вот это здесь написано. Кофейный свежий кофе и вот это вот капучино. Не знаю, как пахнет капучино. А точнее, я знаю, как пахнет. Не знаю, как мне вообще это будет. Я, честно говоря, не особая поклонница этого запаха. Так, а что я вам тут поближе? Только вот свечки я, наверное, и хотела показать. Ну, вот вообще-то, наверное, ангелочка еще. Где он тут? Вот он весь такой переливается. Очень красиво. Прям вообще удачный. И лицо у него никакое не страшное, как бывает у таких. А, кстати, да. Еще я выкладывала в Инстаграм, что я покупала вот такой шарик. Люблю такие вещи. Говорю, жалко, что его болтать все время надо, чтобы снежок у него шел. Но тоже очень мне понравился. В виде книжечки сделан. Вот так потихоньку буду покупать, чтобы новогоднее настроение как-то появлялось. Шарики тоже такие симпатичные достаточно. Так, что у меня тут еще есть? Вот крем есть у меня от целлюлита. Значит, это по этим кремам можно сказать, что у меня за проблемы. Значит, крем от целлюлита для профилактики. Тут еще не хватает первой ступени. Я, потому что это скрапы, и я им пользуюсь в ванной. Дальше у меня Skin to go. Это от разных, я не знаю, таких покраснений, в общем, воспалений. Дальше у меня стоит купероз крем. Это от Elizabeth Grant. Там-то я им использую. Ну, тоже для профилактики. Я не думаю, что он меня спасет от купероза. И я случайно купила крем. Я почему-то подумала, что вот это слово, которое обозначает морщины, мне почему-то показалось, что это прыщи. Ну, вот согласитесь, это больше похоже на слово... Сейчас я поближе сделаю. Вот, это больше похоже на слово прыщи, чем на слово морщины. В общем, немножко я слоховала, поэтому... Ну, я пользуюсь, кстати, им. Не знаю, если у кого-то есть такой крем, скажите, как вам эффект. Он на основе змеиного там чего-то яда или, в общем, чего-то такого. Так, ну, а теперь пойдем с вами зажигать елочку, посмотрим, что это вообще такое у нас. И также я хотела вам показать вот такую накидку, которую я купила в магазине тоже, где товары для дома продаются. Она такая мягкая, вообще приятная. И мою предыдущую пора уже была как бы менять. Но я такая свинья. В первый же день я четверть, наверное, кружки кофе на нее вылила. Ну, я, конечно, все застирала. Сбоку я сидела, точнее, я сидела и кушала такую штучку от Kinder, в которой я как-то в одном видео рассказывала, что я ее очень люблю. И я не видела, как с пакетика вытекала чуть-чуть карамель, и она тоже оказалась на этой накидке. В общем, просто я свинья. Я, конечно, там все застирала. И с удовольствием на ней сижу, лежу. В общем, очень-очень мягкая. Безумно мне понравилось просто. Ну, в общем, подключила я елочку. Вот так она смотрится. Конечно, света от нее не очень много. Но если оставлять ее вот так на ночь, она, наверное, будет давать такое красивое, деликатное свечение. Но сейчас я выключу свет везде, и мы с вами посмотрим. Ну, так это все выглядит. Конечно, свет не очень такой сильный. Но я думаю, что ночью, когда я буду спать, зачем он мне сильный нужен? А так вот выйти в комнату и посмотреть, что такой приглушенный свет, мне кажется, очень-очень даже романтичный. Я думаю, что я куплю вторую лампу и поставлю со второй стороны зеркала. Думаю, да, что так будет лучше. И жду от вас рассказов. Расскажите, как вы уже украсили свою комнату, либо свою квартиру, либо свой дом. Что вы делаете? Как видите, что у меня еще не густо, я только начинаю закупаться. Хотя в прошлом году, я помню, у меня к этому времени, наверное, уже все было. Но в этом году чего-то очень-очень много дел, поэтому я особо как бы не успеваю. И вообще, видео как-то, не знаю, не было у меня. Вчера, например, хотела снять, но позавчера не было настроения. Как вы знаете, в связи с тем, что произошло в Латвии, что обрушилась крыша у максимум 54 жертвы. И это так близко ко мне. То есть, ну, как вы понимаете, достаточно тяжело мне это было осознавать. И действительно, было бы как-то неправильно, что ли, снимать, не знаю, какие-то развлекательные видео. Потому что все было это очень тяжело. Я вот читала новости, и, честно говоря, у меня ком в горле стоял, и слезы наворачивались на глазах. Все-таки соседи очень-очень горько. Тем более, столько молодых погибло. И 23 года, и 88 года рождения. В общем, это очень-очень тяжело. И даже самая-самая старенькая бабушка, 81 год, тоже погибла там под этими завалами. Очень, не знаю, больно было это осознавать. Кстати, меня все время спрашивают, чья Муся не показывала. Вот Муся тоже у нее. А, это на ухе у нее йогурт. Я думала, что это у нее линяет, а это, оказывается, на ухом в йогурт, наверное, залезло. Это у меня у Сони какие-то проблемы. В общем, не знаю, что у нее. Какая-то аллергия на корм. Если вы знаете, девчонки, у кого такое было, когда кошка делает такие расчесы, то обязательно мне напишите. Может быть, вы знаете, что делать. Ветеринару я, как только соберусь позвонить, у нее сразу все получше становится. Потом смотрю, к вечеру она опять расчесала до крови. В общем, не знаю, что это у нее такое. Точнее, я знаю, что это аллергия на корм, но я не могу понять, на какой именно. И как вообще лечить уже то, что есть. Рукав есть, что ли? Или капюшон надевать для того, чтобы она не расчесывала. Ну, в общем, если у вас были такие ситуации, то я жду каких-то ваших, не знаю, может быть, советов, комментариев. У нее еще сейчас гульки начались. Я думаю, что мой влог, наверное, подходит к концу. Если у вас есть какие-то вопросы, то, как всегда, я жду их в комментариях. Если у вас есть о чем рассказать, что вы собираетесь делать в Новый Код, в Рождество. Я с удовольствием выслушаю вас. И увидимся в следующем видео. Всем пока!